Так, а на данный момент что мы имеем? Отвертку, спички и грабли. Теперь нам надо вернуться в дом, разобрать радио. Так, а так мы получили магнит с проволокой. И теперь на данный момент нам нужно продолжать преследование человека, который пытался нас закопать. Или не пытался уж, я не пойму. Но учитывая то, что мы оказались в гробу, он что-то копал, конечно, вывод опрашивается сам собой. Так, насколько я помню, бежал он как раз по дороге выше, но эта дорога, она попадает в ту. Так, это у нас ход на пьедестал, то есть не на пьедестал, а на театр. Друга ведущая в театр. Так, а нам надо дальше бежать. Так, а нам надо дальше бежать. Так, а нам надо дальше бежать. Небольшой секрет, в виде вот этой тропы. Он побежал вот именно сюда. Но если мы побежим дальше, то мы упрёмся в тупик. В той зоне, в которой мы сейчас упрёмся, я не разгадал загадку. Хотя, может быть, разгадки там нет никакой. Но, там есть одно интересное но. То есть мы прибегаем вот к такой вот скале. На самом деле, это вход для специального ордена. И вот есть здесь такой знак. Но как вот он открывается, я так и не понял. По-моему, по прохождению посмотрим. Просто я не помню уже, если честно. По-моему, не открывал я его. И так, на данный момент мы продолжаем преследование. И идём вот по этой скрытой тропинке. В отличие всё-таки от большинства инди-игр, довольно очень красивая игра. Это одно из тех вещей, что я оценил в хороших играх. Графику также. Ну, многие, как бы, конечно, любят и говорят, что необязательная графика. Просто должен быть хороший сюжет. Но вот, лично для меня, бывает, и надо так, что если графика плохая, но сюжет хороший, всё-таки не особо приятно играть. Лучше иметь и то, и то. Вот. Подняться мы не можем. Написано, что кто-то срезал её. Надо найти возможность туда подняться. Возможность, как ни странно, дают нам грабли. Конечно, мало кто бы додумался до такого способа. Но... Вот в этой игре подняться сюда больше никаким другим способом нельзя. Вот. Но мы можем теперь опустить вот это бревно для того, чтобы в следующий раз подниматься уже по бревну. Ну, как ни странно, это человек должен обладать просто невероятной силой, чтобы так сделалось. Ну, ладно, мы это опять же опустим. Учитывая, что команда разработчиков данной игры довольно-таки невелика, но игра при этом получилась очень неплохая. Так, открываем дверь и калитку, и мы видим ещё один дом. Но, конечно, как и всё предыдущие важные дома, он у нас закрыт на замок. Кстати, вот после всех кат-сцен всегда выключается фонарь, поэтому не забывайте включать фонарь и лампу. Он говорит, что мы что-то видим сияющего внизу, но, естественно, рукой мы туда не потянемся. Вот для этого нам нужен магнит. Если вы всё ещё не заинтересовались данной игрой, советую вам прекратить смотреть это прохождение и поиграть самим, потому что просто вот, ну, некоторые люди, как я, например, тащатся вот от таких вот бэкграундов, скажем так, когда лес, темно, и так всё довольно-таки страшновато. Саспенс. То есть, ну, не знаю, мне интересно очень. Вот, открываем дверь, попадаем в дом. Включаем свет. А, дверь эта, по-моему, не закрывается, да. Так, здесь у нас что? Здесь у нас сундук. Проще говоря, вот и книга описывается, история того, как когда-то в деревеньку пришли люди, назвавшие себя инвесторами. Вот, после их прихода, через какое-то время, в этой деревне стали происходить странные обстоятельства. По ночам стали выйти волки, участились землетрясения и, в конце концов, начали пропадать люди. Провелось полицейское расследование, но оно не доказало ничего и было выдвинуто решение, что люди, которые бы пропали, они попросту покинули эту деревню. Вскоре после этого в деревне поползли слухи о том, что она была проклятой, и люди потихоньку стали уходить. В конце, в самом последнем, ушел мэр. И вот дом есть на этой карте, мы попозже его посетим. Вот. И единственный, кто особо не волновался, это те, кто пришли, назвавшись инвесторами. Вот. И вот этот вот человек, который жил в этом доме, он стал секретно за ними следить. Вот. И как-то раз он заметил их, то ли за каким-то ритуалом, то ли еще зачем-то, и после этого, правда, был замечен одним из сторонников последователей, но последователь почему-то решил скрыть тот факт, что он его увидел. Вот. После этого прошло пять дней, он вернулся в этот дом и тихо сидел, ждал, боялся, что, возможно, скоро за ним придут. Вот. Но при течении пяти дней к нему пришел человек и с девушкой. Вот. Человек был ранен сильно, и он узнал о том человеке того, кто как раз не выдал его. Опознал, но не выдал. Вот. Человек просил за судьбу его, жены и их ребенка. Дело в том, что эти люди пытаются воскресить одного из титанов, которые, как бы, были заключены в тюрьму Зевсом. Ну, такая здесь, как бы, происходит мифология. Вот. И ребенок их должен был стать как раз весел, то есть сосудом, скажем так, для этого титана. На что когда, соответственно, один из их последователей, отец ребенка, отказался, завязалась драка. Ну, ему удалось убежать, но его ранили сильно. Вот. Он просил за свою жену и за своего ребенка, так как понимал, что скоро умрет. После того, как он умер, человек, живущий вот в этом доме, спрятал жену в одном из монастырей с ребенком. Его самого трупа его закопал. Но не на кладбище, а рядом с ним, чтобы не вызвать подозрений, чтобы его никто не мог найти. Вот. Нам сейчас предстоит найти труп этого последователя. Он нам не поменится. Так. Вот мы взяли пепел. И теперь нам надо идти на кладбище. Продолжение следует... Продолжение следует... Маршруты, кстати, довольно-таки быстро запоминаются. Кстати, мы получили лопату. Эх, а мы ее забыли взять. Так. Придется вернуться. Да. Придется возвращаться за лопатой. Потому что, во-первых, мы сейчас не раскопаем труп. Помимо трупа нам надо будет раскопать, по-моему, пять сторонних элементов. Ну, опять же повторюсь, карта, хоть и... Ну, не сказать, что она маленькая, но... Не сказать, что тоже большая. И локации довольно-таки быстро запоминаются, когда начинаете играть. То есть, проблем с тем, что вы можете потеряться здесь особо не возникает. То есть, пробежавшись несколько раз по всем локациям, а они здесь, в принципе, находятся друг от друга довольно-таки близко. Так, вы, в конце концов, примерно уже для себя полностью составите планкарты данной игры. То есть, где что здесь находится, будет, в принципе, всегда понятно. Так, возвращаемся в дом. К сожалению, мы забыли взять лопату, которая стояла около стены. Вот здесь. Так, давайте посмотрим, ничего мы больше не забыли, чтобы сюда еще раз не бегать. Почему-то вот не сразу срабатывают клики. Не знаю, в чем дело. Вроде бы такого не было. Старая печка. По-моему... А, стоп. По-моему, здесь все. 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 Теперь мы терпеливо бежим обратно Нам нужно сейчас попасть В ту зону, где Начало второго акта То есть, того акта, который идет сейчас Это кладбище Но идти нам надо непосредственно не на кладбище А рядом Там есть местечко захоронения Вот, помимо этого Мы сейчас сразу забежим, раскопаем один из элементов Их пять всего Сразу мы один найдем Кстати говоря Что ж мы там сразу не раскопали Он там тоже был Ну ладно, теперь мы уже не будем возвращаться туда По сути, тут, конечно, небольшой спойлер Получается, в том плане, что Рановато нам пока это выкапывать На самом деле это место можно найти сразу И выкопать Просто Оно довольно-таки незаметно И непонятно вообще, что это такое И по-первых, вы, конечно, будете просто пробегать И мне вообще не понимаю, зачем это все надо Вот, это у нас зона Называется театр Вот, и то, что нам надо Лучше включить лампу Оно находится вот здесь Забираем И теперь мы идем на кладбище Конечно, вдвойне приятно бежать с лампой Когда все довольно-таки хорошо освещено Вот и кладбище Интересующая нас могила Находится непосредственно на самом кладбище А с левой стороны Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok